Работу депутаты начали с поздравления главы Анапы с юбилеем. 55 лет – хороший повод для добрых пожеланий. После перешли к повестке дня. Первым рассмотрели вопрос о вручении мэру Сергею Сергееву медали за выдающийся вклад в развитие города-курорта. Выслушав и обсудив ходатайство общественности Анапы, депутаты приняли единогласное решение – поддержать. Третий созыв совета только начинает свою пятилетку, а потому вторая сессия во многом была посвящена оргвопросам. Кандидатуру заместителя председателя парламента предложил глава Анапы. Сергеев высказался за Александра Ивановича Смирнова. Александр Иванович отличается качествами, которые есть у людей, которые ответственно подходят к исполнению своих обязанностей. Я думаю, что он будет работать очень плодотворно на этой должности. Единогласным решением кандидатура Александра Смирнова поддержана и утверждена. Утвердили депутаты состава постоянных комитетов совета, а также перечень земельных участков для многодетных семей. Из него исключили уже выданные в остатке 204 участка – Цибанабалке, Субсехе, Гастагае, Уташе и Джигинке. Решение совета, где можно ознакомиться с полным перечнем участков для многодетных, будет опубликовано в Анапском Черноморье и на официальном сайте Анапы. Завершила сессию объявления для депутатов. Народных избранников пригласили на встречу с ТОСовцами. Это нам необходимо, чтобы вы ближе узнали своих председателей ТОСов, тех, кто у нас занимается и организует эту работу, и во взаимодействии решать вопросы и проблемы населения. За круглый стол депутаты и общественники сядут 20 октября.